Тихо включил звук и включил изображение. Вам, ребятки, никогда не было интересно, как так получается, что мы, в принципе, все живем в четырех разных городах. Он, Макс, живет в Питере, Артур живет в Праге, а другие, я так вообще там, где я живу, вы бы знали. Ну, не суть. Как так получается, что у нас видео продолжают выходить, хотя мы вообще далеко друг от друга живем. А мы вам скажем. Привет, ребята. Наверное, вы ожидали, что это будет какое-то пафосное видео к 15 тысячам подписчиков на YouTube. Нет, ничего подобного не будет. На самом деле, мы просто расскажем вам о нашей внутренней кухне. Это будет простое видео. Мы расскажем о том, как мы делаем видео от этого. А также расскажем вам о том, как мы решаем всякие деловые вопросы, какие видео снимать. Ну, в общем, видео от начала до конца. Такие дела. Поехали, ребята. В общем, что в итоге есть в этом свете? Смотрите, что в нем есть. Ребята сделали его сами. Это, короче, вот такие вот пять лампочек очень ярких. Специально такая пленочка, которая отражает очень сильно свет. В общем, пока что у нас нет штативов. Для нашего самодельного света мы используем за место штативов вот этих миньонов. Оригинально, правда? Ну так. Макс, у меня макароны сварились. Сейчас приду. Давай. Привет, это English Show. Сегодня мы рассказываем вам о нашей кухне, как мы делаем видео. И от себя хочу рассказать, что зависит от меня, какую работу выполняю я. То есть с ребятами мы решаем, какое видео. Об этом будет чуть позже, либо чуть раньше было. Да? Как там? Идея возникает в чьей-то голове. Эта голова вообще может быть одна из наших четырех. Эта идея в комментариях вы пишите. И потом мы выносим эти идеи на голосование чаще всего. То есть после того, как вы проголосовали, мы уже смотрим, ага, победила, значит поэтому снимаем. Работа у нас поделена. Я занимаюсь тем, что касается сценария. Лэбу. И я берусь за написание сценария. То есть мы выбираем вместе с Максом, который Макс Владимиров, мы выбираем какой-то небольшой отрывок. Более-менее такой интересный, чтобы он был. Это непросто. Это вообще непросто. Вы прикиньте выбрать эпизод. Да, казалось бы, просто выбрать эпизод. Это же нужно искать, сидеть, смотреть, какой эпизод будет интересен. Тут типа, ой, тут слишком легко. Тут вообще там Шерлок, он говорил, как просто конь. Вылетали, как из автомата просто. В общем, мы берем отрывок. И потом, соответственно, я сажусь за сценарий. И вот так вот от руки. Мне вот нравится. Как бы там вам увидеть. В общем, от руки так пишу карандашом, перевод, какие-то грамматические моменты. И, естественно, мне приходится проводить какое-то исследование иногда с носителями языка. Советуюсь, говорят ли так или не говорят носители языка. И еще провожу дополнительные исследования. Например, смотрю, как иностранные словари объясняют какое-либо слово, какое-либо выражение. Смотрю на русскоязычных сайтах. Кстати, что касается англо-английских словарей и вообще английских ресурсов. Это очень полезно для изучения языка использовать англо-английские словари. И именно так я часто и поступаю. Потому что они очень емкие, так скажем. В них очень-очень-очень много разной информации. И там можно найти по редким каким-то фразам, фразовым глаголам, по сленгу значения. Такую работу я проделываю. То есть пишу сценарий полностью на бумаге. И наступает день съемок. Мы назначаем его опять же с Максом Владимировым. Мы вместе занимаемся этим двоем в основном. Макса и Артура мы других не трогаем. Потому что у них совершенно другая работа в этом проекте. Видео в основном мы занимаемся с Максимкой. Вот так. Мы расставляем все. Мы расставляем свет. Мы расставляем камеры. Мы расставляем так аппаратуру, чтобы одна аппаратура записывала звук. Другая видео. С другого ракурса Макс с iPad через FaceTime смотрит на меня. Следит за тем, чтобы я улыбался. Чтобы я ничего не чесал во время съемок. Нигде не копался во время съемок. Чтобы это не попало в кадр. Чтобы не получилось так, что я говорю. И в это время что-нибудь чешу. Или где-нибудь копаю. Знаете. В носу. Макс за этим следит внимательно. И он сейчас в данный момент тоже смотрит на меня через FaceTime. Он выключает в FaceTime микрофон. Чтобы это не мешало видео. И если я что-нибудь делаю не так, как вы, если вы внимательно на каждый выпуск смотрите, вы будете замечать, что там Макс иногда вклинивается. Вот эти его вклины звуковые. Это они происходят как раз, когда Макс смотрит на меня, понимает, что я что-то не так делаю. Отжимает свой микрофон, делает звук и говорит что-нибудь. Типа Макс, давай там тяни лыбу. Что касается тяни лыбу. Честно вам признаться. Съемочный процесс. Это для меня очень тяжело. Это совсем нелегко. То есть писать сценарий. Вот это то, что я люблю. Проводить какое-то исследование. Я вообще очень люблю читать. И проводить исследование мне тоже очень нравится. И поэтому составлять сценарий для урока. Это то, что мне действительно нравится в проекте. Вообще съемка... Нет, мне не очень нравится съемка. И для меня это реально усилие. Потому что, знаете, я чувствую, что во время съемок я реально разряжаюсь. Когда люди смотрят, я им показываю. Ну, как бы знакомым своим. Кому-то показываю English Show. И они смотрят, и они думают. Максим, ты вообще супер коммуникабельный, супер веселый. И у них такое свое представление обо мне сказывается по этим видео. Но, честно вам признаться. Я не совсем такой всегда в жизни. Более спокойный. И для этих видео я, так скажем... Как это, Макс, правильно сказать? Использую эмоции всего дня. Использую батарею на 100%. Чтобы это видео было динамичным. Чтобы эти видео были позитивными. Чтобы они смотрелись на одном дыхании. То есть, это не прямо часть моей личности. Из меня фонтаном льются эмоции. Это далеко не так. И поэтому, вот, Максу приходится через свой стайм мне постоянно напоминать. Макса, тяни лыбу. Макса, будь веселым. Макса, будь позитивным. Макса, будь энергичным. Макс, не копайся в носу. Макс, не чеши подмышки. Это все он мне напоминает. Это что касается съемочного процесса. Что еще, Макс, можно сказать? В отношении съемок. По-разному. Всегда времени, кстати, уходит на съемки. Если кто-либо из вас вообще когда-либо сталкивался с любой видеосъемкой. Снимал кого-то. Или делал какое-то видео. Вообще работа с людьми, да? Те, кто записывает других на аудио специально для каких-то проектов. Для видео. Если вы поговорите с такими людьми, они вам скажут, что подобные видео иногда делаются за 20 минут. Иногда делаются за 3 часа. И здесь всегда человеческий фактор играет. Человеческий фактор, в данном случае, это я. Либо тот, кого записывают. Потому что, чтобы делать видео, нужно всегда быть... Вот видеоблогеров, вы все видите, они все позитивные, они все такие навеселее. Но это не всегда говорит о том, что они всегда такие 24 часа в сутки навеселе. У них тоже случаются в жизни проблемы, трудности, запарки какие-нибудь. А им все равно нужно быть динамичным видео. Если особенно они каждую неделю выпускаются. И поэтому бывает, что если тот, кого записывают, в данном случае я, не в очень хорошем расположении духа, а может быть в нормальном расположении духа, но просто ломает записываться, не хочется. А это надо все равно делать, потому что сроки поджимают. Мы каждую среду выпускаем видео. И бывает, это может дольшее время занимать. Расскажу вам, как мы первые выпуски снимали вообще English Show. Это надо было видеть со стороны. Если вы смотрите на самых первых выпусков, а если не смотрите, то можете посмотреть первые выпуски. Там есть кое-что забавное. То если вы посмотрите наши первые выпуски, наверное, про артикли, то там вообще суперский монтаж, все классно. Но вы посмотрите на мое лицо, это лицо мертвеца. Это выражение вообще мертвого человека просто. К тому же наше первое видео, мы вообще составляли подробный сценарий, и я его читал незаметно, если честно вам признаться. И при всем при этом, мое лицо было просто мертвым. Я пытался быть... Это было заметно, что что ты читал, было реально заметно. Да. В общем, Макс говорит, что это было заметно. Да, это действительно было заметно. Когда человек читает экран... Макс, только ты уже не ставишь это видео, правда? Нет, это нет. Да, я знаю. В общем, ты, Макс, теперь сбил меня с мысли. Да, это было лицо мертвеца, на самом деле. И скажу вам почему. Потому что это было очень тяжело. Делать первое видео, это был большой стресс. Для меня и до сих пор делать видео, это достаточный стресс. Но первые наши выпуски, первые 10-15 выпусков, парни меня буквально каждый выпуск реанимировали. Им нужно было по много времени меня уговаривать. Давай, Макс, давай сниматься. И поэтому первые выпуски у нас бывало по много часов уходило на съемки. Пока мы все расставляли, пока что-то корректировали, пока потом меня реанимировали, пока мы меня снимали. А, это ужасно. Это было действительно очень тяжело. Со временем, конечно, я больше раскрепостился и начал более спокойно себя чувствовать перед камерой. И всегда, когда смотришь видео других, наверное, согласитесь с этим, кажется, что так просто вообще на камеру сниматься, но любой человек, на которого направляют видеокамеру и начинает его снимать, сразу, моментально перестает быть естественным. Он сразу становится нереальным. Он сразу становится таким суперзастенчивым, не таким, как он ведет себя в жизни. Несет всякую чушь в кадр и прочее. Кстати, вот об этом, об ощущении себя в видео. Это отдельный вопрос, ребята. Вы бы знали, как я долго привлекал... Вы бы знали, как я долго привыкал к себе в видео. Я заставлял парней выключать видео, если они включали их при мне, первые выпуски. Терпеть не мог свой голос, свою внешность. Для меня было настоящим открытием, что, оказывается, в видео я в зеркальном отражении. То есть, что я зачесываю волосы сюда, я смотрю такое, и все классно смотрится, а потом смотрю видео, а они зачесаны в другую сторону, и смотрятся ужасно. И голос... То есть, я очень долго привыкал к своему голосу. Мне постоянно возникало ощущение, что за человек это говорит? Это же вообще не я. Я не мог это слушать. Со временем... Теперь я спокойно смотрю сам выпуск English Show, и все нормально. Не могу другим показывать. Но это был процесс, ребята. Это был процесс. Что касается о росте на наших видео, мы с ребятами постоянно считали каждую сотню. Хотя и сейчас у нас немного подписчиков. Мы говорим так, как будто у нас 200-300 тысяч уже, или уже миллион. Но первые тысячи это был вообще. Мы собирались, конечно, праздновать. По-моему, ничего не получилось, да, Макс? Собирались праздновать первую тысячу. Ничего не отпраздновали. И даже 10 не отпраздновали. И 15 не отпраздновали. Ничего никогда не праздновали. Просто делали видео. Работали, потрачили для вас, ребята. Как один наш подписчик сказал, просто разжевывали все для вас. На ложечки подавали, чтобы вам было классно, позитивно, легко учить английский язык. Жена моя ходит здесь. Да? Давай я тебя на камеру тоже сниму? Нет. Ну давай, давай. Что еще хочется сказать в отношении нашего проекта? Те, кто смотрит нас давно, с наших первых выпусков, вы заметили, что у нас был где-то полгода перерыв. Почему это случилось? Почему такое было? На самом деле был рост очень-очень медленный. В плане видео, конечно, когда человек становится блогером, появляется блог, мы замечаем, что рост на канале геометрический. То есть, одна тысяча приводит тысячу, две тысячи приводит две тысячи, пять тысяч приводит пять, десять приводит десять и так далее. И, соответственно, первых подписчиков мы набирали очень долго. Не знаю, первых трех тысяч вы набирали сколько? Полтора года? ну где-то полтора года мы набирали первых трех тысяч подписчиков с нашим-то качественным контентом представляете полностью самодельно сделано и нас это очень немножко подавляло знаете такой медленный 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 супер медленный рост и в конце концов мы опустили руки и собирались прекратить но то есть мы даже прекратили делать видео на полгода ничего не снимали потому что канал не роз мы затрачивали большие усилия много времени тратить но ничего не было ну и ладно ты за все будешь лыбиться хорошо а это же рассказ макс как они можно ты хочешь сказать этот ваш apple обзорщик лыбится постоянно когда делать обзоры но не не лыбится я смотрел же блоги в общем записали мы видео и теперь в дело вступает в ворс красной краснощеки не знаю всю жизнь и красные и мне макс скидывает разными путями теперь все эти файлики которые на записывал таким вот путем не приходит например звуки и я их скачиваю ой как чудеса все где вот вот приходит мне всякие звуки от макса это записанное то что нам наговорил он на потом еще приходит видео он не скидывает через интернет и после этого всего я загружаю в компьютеры в компьютер и монтирую знаете в чем суть еще можно только видео занимаемся мы еще занимаемся разными другими делами мы например сегодня мы всем это раз парнями созванивали сегодня понедельник 7 утра мы созванивали с ними как вы думаете что можно делать в понедельник 7 часов утра а я вам скажу у нас созвон максим что-то шуршит а чушь и шуршит не понятно всем а где твоя морда лица не то что сломал лицо я же траншета за ним я тут ради знаешь ли 7 утра дай бог тебе с сибирского здоровья артур не так надо говорить здорово братва артур позитив-позитив где-то как это был пятого до 8 утра уже лучше я живу все время по месту вы не волнует было же и закончилось и что-то вообще в целом мы каждую неделю созваниваемся знаете вот макс хотел который козлов чтобы это видео было какой-то там супер мега модным с анимациями там хиты кружочки чего-то я могу короче делать рукой рукой например своей вот один кружочек это мы такой как ответвление это макс козлов он занимается он себя не показал почему сказал что я я слишком слишком шикарен чтобы сниматься в этом видео не знаю почему очень не захотел он сниматься как чем занимается он сейчас на данный момент он занимается обработкой заявок полностью он созванивается с людьми которые звонят причине который оставляет заявки на пробный урок он договаривается с преподавателями он знаете такой связующий между преподами нашими и нашими учениками еще у нас есть артур который и в общем артур у нас чем занимается артур а арт король артур король артур у нас занимается тем что он координирует наши действия скажем так говорит что кому делать такой знаете король артур очень так так и его и называем мне даже записан как король артур короче вот и и и и и мы снимаем как макс уже показал он кстати иногда бывает вообще просто никакой такую ляжет на диван все макс я подыхаю чуде вот не знаю а иногда вообще бодрюком просто пам 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 и все прям понеслось сегодня было ну средняя что-то средняя но причем найти вот макс так не говори потому что сегодня первая часть видео которые он записывал для 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 вас которые специальные видео она была такая ну как пух-пух он был такой нормально на себя сдержан и вел потом его батарейка подсела просто концу видео мы таки макс делать будем у тебя там вообще ничего он ходил в магазин прогулялся купил себе разных напитков прекрасных согреваю согревающих чай там этот как там его чай какой макс то купил чай я купил согревающее мясо поел мясо говорит сейчас я как зажгу в итоге такой сел минут 15 потом бог все макс я не могу начал ты это делать там очень сильно бодро осталось только макс бодр продолжить да максим все выключил камеру забыл очень микрофон потом поставить на суть вот видите это вообще ни разу не простое дело потом скидывает файлы на монтаж да я там потом покажу как я делаю монтаж кому-то было интересно и в итоге потом это видео после того как мы его монтируем мы его заливаем на youtube и смотрите там такая фишка есть я не знаю так утверждает артур мы не проверяли это мы ему доверяем что в первые часы видео должно прям там какие-то какую-то активность бешеную набрать что там комментов много лайков много и мы поэтому стараемся то есть сами тоже пишем комменты что плевать то что мы это видео сами создали почему мы не можем комменты написать что мы на своем мнению что не знаю нету в итоге поэтому на эти первые поэтому первые часы утверждением артура по не конечно же сами не знаем но артура у нас вроде мудрый парень в этом вопросе и мы пишем комменты и вы пишете комменты мы поэтому сразу вам найти первый день и почему мы сегодня все мы тра собирались созванивались парнями не потому что мы такие типу герои давайте ребят 7 утра да попробуем нет у нас просто тупо нету времени мышцы работаем я понятно бездельник как бездельник я вон делаю зырте я не бездельник я так что тоже что-то делаю но в целом у нас все какие-то прямо работают и у них у кого нет времени толком я наверное такой самый сейчас освободившийся от работы в последнее время поэтому мы всем это созваниваемся о чем мы говорим на созвонах 7 утра жних макс чем мы говорили макс вообще гениально поступил как пришел одевался потом такой парни я ушел не сказал ушел короче вот такое бывает у нас у всех но серов я говорю все работает даже 7 но не на пол благо не на пол и и никуда в другое место короче вот обсуждаем и что обсуждаем на проблем кучи мы сейчас делаем сайта который мы вам не можем рассказать пока но он будет ума просто такой вах будет вах же макс будет сайт ваще вах будет просто мы уже он весь нарисован сейчас он мне не будет показывать что будет палить сайт наш он будет такой знаете но он будет скорее для 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 учеников для преподавателей первое время хотя для вас тоже там будут классные чехпыхи все да максим все поняли вы же поняли что такое чехпыхи короче кажется уже слишком много разговариваю на никому что не интересно такое длинное видео смотреть зато на честное я уже 8 минут говорю макс я еще должен снять как я монтирую в общем то ребятки давайте я наверно покажу свое самое любимое в принципе наверно никому не интересно особо то как там видео монтируется понятно тупо просто нарезаешь отрезками и там вставляешь звук что-то это все понятно все ерунда интересно знаете что как вот мне лично по крайней мере как создается цвет потому что чаще всего с цветом какая-то вообще беда полнейшая какой был изначальный цвет этого видео окрас цветокоррекция и какой в итоге стал еще раз до после до после вот давайте вам покажу как как я этого добиваюсь изначально я начал играться с цветами в плане как это лют знаете что такое лют наверное вряд ли знаете что такое лют оп и у меня имендация этой пленки полная вот в принципе что такое лют то есть лют это такая штука которую я могу любые цвета придавать вот она стала такая видеть она стала такая зеленцой такая приятненькая оранжевые цвета появились после этого я добавил цветокоррекцию картинка была помните да она была желтая я я сделал более белый благодаря тому что средний тона чуть-чуть придал им синевы изначально была такая она блекленькая хлебы подняли цветов стало получше самая проблемная зона у макса это глаза видите они прям такие какие-то то есть прям они темные и сравните как стало как было видите прям такой коричневый все как стало каким образом я этого добился взял пипетку и выделил эти глаза сейчас вам покажу вот такая у нас маска получилось то есть сейчас получается эффекты которые накладываю накладываются только на на эти цвета я ведь я могу вообще могу и много глаза ему нездоровые сделать настолько нездоровым что как будто он дрался там не знаю с голубями не побили его но я сделал красивенько цвет лица и получается что давайте еще раз сравним в итоге как у нас была картинка какая у нас была цветокоррекция какая она стала было стало ну вот теперь можно хоть живу 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 живое изображение живой цвет лица и живое и ножное изображение вот то что я люблю в принципе делать из монтажа единственное наверное все остальное в принципе тупо сидишь нарезаешь в общем вроде как закончились истории о том как мы делаем видео с этим рассказом но в целом вы же сами понимаете что видео это лишь совсем маленькая часть нашего проекта и как маленькая часть это наверное ровно половина конечно нашего проекта какой половина это так-то не маленькая часть это кажется видео это правда это очень наверное половина того что мы делаем в целом это видео но еще есть два других человека которых мы практически ничего не упомянули это максим козлов сказали то что он занимается подбором преподавателей и артур гониев как интересно мы собрались чуваш татарин почти что азер и русский вот нас команды да но смотрите будет вторая часть этого видео я не знаю когда возможно через пару месяцев но в этом видео мы расскажем о том сейчас рассказывали мы с максом а расскажут артур с максом другие и они будут рассказывать обратной стороне от той которую вы скорее всего не видите а как это который видит наши ученики но которая в принципе практически не видно мы с максом делаем работу которая видна прям явно а другие два человека и делают работу которая практически не видно и пишите вопросы свои интересную вам что-то интересное явно что делает артур чем занимается макс еще более конкретно так что пишите комментарии будет она старая часть видео вопросы пишите свои оставляйте и когда мы сделаем сайт я думаю что точно когда мы сделаем сайт это будет через пару месяцев ну смотря сколько будут работать программисты это видео выйдет второе и уже на основе сайта просто их деятельность она тесно связана с тем что будет отражаться на нашем сайте хотя не только короче вообще еще много разных тем которые есть рассказать как работает наша внутренняя в нашу внутренняя система ингресс шоу поэтому если вам понравилось ставьте лайки нам будет очень приятно и рассказывайте о нас друзьям наверное потому что хочется чтобы мы не стояли на месте а вы нам в этом можете помочь видите как классно еще знаете обо чем обо чем о чем хочется напомнить у нас же есть супер мекклассные преподаватели с которыми вы можете заниматься английским языком индивидуальным образом по skype уроки проходят слушайте эти преподы это чудо это это вообще лучшие из лучших мы их так отбирали старательно и продолжаем их отбирать но реально просто попробуйте тем более что первое занятие бесплатно вы должны если вы у вас есть желание заниматься английским языком то честно вот попробуйте это просто вам очень понравится заявку можете оставить на сайте мы вам перезвоним договоримся удобным вам временем ссылки есть все в описании подписывайтесь на наш канал что хочу сказать я еще наверное все на этом да ребят начнем и вас любим целую обнимаем всех да можно так сказать в общем давайте живите долго и счастливо и но обычно дальше говорится и умрите в один день но лучше так не говорить да и и и э и 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 воми